На встрече G7 в Токио 8 ноября министр иностранных дел стран Большой Семёрки заверили Украину в своей непоколебимой поддержке, несмотря на войну на Ближнем Востоке. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба присоединился к заседанию посредством видеосвязи. В ходе этого заседания «семёрка» донесла до министра Кулебы, что, во-первых, наша позиция остаётся неизменной, что мы будем и впредь едины в решение ввести жёсткие санкции против России и оказать мощную поддержку Украине. Во-вторых, вместе с частным сектором мы будем ускорять инициативы по восстановлению и реконструкции Украины. И, в-третьих, вместе с нашими международными партнёрами мы добьёмся прогресса в процессе продвижения формулы мира. Украинское контрнаступление пока не принесло того успеха, на который рассчитывал Киев. Растут опасения, что война перерастает в позиционную. Киев обеспокоен, что из-за этого его союзники могут ослабить свою поддержку. На встрече в Токио госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что G7 единодушно осуждает войну России против Украины. Чтобы обеспечить Украине прочный фундамент, в следующем году мы должны помочь ей сделать сразу четыре вещи. Во-первых, продолжать борьбу за возвращение своей территории. Во-вторых, сформировать военные силы мирового стандарта, чтобы обеспечить максимальное сдерживание в долгосрочной перспективе. И дать понять президенту Путину, что он не может и не сможет одержать верх над Украиной. А также не может и не сможет одержать верх над всеми сторонниками Украины. По итогам встречи в Токио, страны G7 призвали Китай оказать давление на Россию, чтобы та прекратила агрессивную войну против Украины. Министры иностранных дел стран Большой Семёрки также осудили Северную Корею за поставку оружия и боеприпасов России, что является нарушением резолюции Совета Безопасности ООН. Накануне Сенат США заблокировал законопроект о выделении более 14 миллиардов долларов на помощь Израилю без одновременного выделения помощи Украине. Ранее, 2 ноября, он был одобрен Палатой представителей, где большинство удерживают республиканцы, но не прошёл голосование в Верхней Палате Конгресса США, где преимущество у демократов. 20 октября Джо Байден направил в Конгресс США запрос на оказание финансовой помощи как Израилю, так и Украине. Между тем, Вашингтон выразил понимание позиции Владимира Зеленского в связи с дискуссией об украинских выборах. Президент Украины накануне заявил, что пока идёт война – время не для выборов, а для обороны страны от агрессии России. И эта позиция согласуется с украинской конституцией, считает заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Веденд Паттел. «Мы ясно дали понять нашим украинским партнёрам, что не только сохраняем приверженность поддержке Украины в её борьбе, но также поддерживаем осторожный и конституционный подход к сохранению сильной демократии в военное время». Между тем, появляются сообщения, что украинские войска расширили своё присутствие на оккупированном левом берегу Днепра в Херсонской области. Как пишет Американский институт изучения войны, мощные российские усилия не помешали ВСУ перебросить на южный берег дополнительный личный состав в размере примерно батальона. По неподтверждённым данным, туда направлены более 300 украинских военных и техника. Так, накануне в сети появились видеокадры горящей украинской бронемашины в районе села Крынки. В предыдущие дни, 6 и 7 ноября, о попытках перебросить на левый берег украинский БТР при помощи гусеничного плавающего транспортера писали пророссийские военные блогеры. Подтверждения этой информации с украинской стороны не поступало. Продолжение следует...